С ГОРОДОМ РАДИО БОЛТКОМ Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Всем добрый день, продолжается эфир радио Болтком. И в нашей студии появляется Резник-Мартов, психиатр-психотерапевт, программа «Диагноз недели». Здравствуйте, добрый день. Добрый день. О страхах, я понимаю, о фобиях. Очень много было сказано и в рамках наших с вами бесед. Но, тем не менее, количество их невероятно большое. Есть и такие экзотические страхи и фобии, с которыми приходится сталкиваться, я понимаю, на приемах у врача-психотерапевта. Я бы не назвал их экзотическими, скорее, редкими и заставляющими задуматься. За каждой фобией, за каждым навязчивым страхом скрывается какая-то история, и у нее есть свои основания. На повышенном фоне. Фобия – навязчивый страх. Это навязчивый страх, который иррационален, который, тем не менее, заставляет людей регулярно совершать, скорее всего, какие-то некие избегающие действия. Есть, как мы знаем, клаустрофобия, люди, которые боятся оказаться в закрытом пространстве, люди, которые панически боятся застрять в лифте, которые в замкнутом пространстве сказаться, в лифте заказаться в каком-нибудь тесном помещении вроде кинозала или магазина и так далее. Обычно они, как раз, все хорошо чувствуют вырвавшись из стен. Есть обратный случай – есть агорофобия. То есть люди, боящиеся открытых пространств, которых мне комфортно, ну, к этой фобии мы еще вернемся, будем говорить подробнее. О чем я сегодня хочу говорить? Это не очень частый случай, но у некоторых моих пациентов я встречал очень интересный страх. Страх, доходящий до паники, возникающий в те моменты, когда человек задумывается о бесконечности Вселенной, когда человек ощущает себя маленькой пылинкой. Вот это нечто гигантское, даже то, что трудно себе вобрести, это бесконечность человека приводит в ужас, в панику и даже в отчаяние. Ну, тут мы можем вспомнить и Мунила Канта, кто говорил, что две вещи, вызывающие у нас восхищение и трепет. Это звездная бездна над нашей головой и нравственный закон внутри нас. Вот, очевидно, звездная бездна у кого-то вызывает восхищение. Наверное, слово трепет, оно близкое к этому понятию. А вот страх, который возникает у людей при мысли о бесконечности Вселенной, вот это на самом деле всегда было интересно об этом задуматься вместе с моими пациентами. Ну, в общем-то, строго говоря, наверное, этот случай, когда страх перед Вселенной – это крайне предельный случай агорафобии. Что такое агорафобия? Человек, оказывающийся в каком-то большом пространстве. Иногда это просто площадь или некое открытое пространство. Иногда оно заполнено людьми, иногда не заполнено. И в этой ситуации у человека возникает иррациональный страх, тоже в общем доходящий до паники. По-моему, у Ким Бейсинджер была это в поздние годы, она осознавалась и говорила о том, что ей всегда давались очень тяжело съемки эпизодов, которые где-то были на природе, на открытом пространстве, она испытывала какие-то панические атаки. Как обычно люди объясняют агорафобию? Еще слово откуда – агора. Агора – это вот эта в Греции площадь, на которой собирались люди, рыночная площадь, площадь, где просто собирались обсуждать самые наболевшие вопросы. Как люди объясняют этот страх? Они ощущают себя некоторое, слегка потеряно, начинает кружиться голова, возникает чувство неуверенности, слабость в ногах и так далее. Чего люди при этом боятся? Они боятся, что с ними что-то произойдет, и они окажутся абсолютно беззащитными, незащищенными. То есть что-то сейчас случится, мне станет плохо, а вокруг нет стен, нет моего дома, и я окажусь абсолютно беззащитным. Или что-то случится, особенно происходит не в месте, где много людей, а, допустим, в лесу или просто на пустынном пространстве. Что-то случится, и никто не придет мне на помощь. Никто не сможет меня выручить, вызвать скорую помощь или просто успокоить. Или же, может быть, страх того, что, когда вокруг много людей, это страх, что меня сейчас, я упаду, я потеряю сознание, и все будут видеть, и, возможно, смеяться на него, или подумают, что я психически нездоров, и это просто ляжет неким клеймом на мою репутацию. Если же человек находится в этой толпе, в этом огромном пространстве, там возникает некое гибридное состояние. С одной стороны, страх открытого пространства, с другой стороны, знаете, бывают ситуации, где возникает давка. Какой-нибудь концерт, футбольный матч или еще что-то. То есть, включая себя зажатыми, беспомощными, здесь, наверное, как-то это нужно различать, агорофобию и клаустрофобию. Я задавался вопросом, отчего у кого-то мысли о бесконечестве Вселенной вызывают восхищение, захватывают дух в хорошем смысле этого слова. У альпинистов, да, которые поднимаются на гору только вот за этим ощущением. Ну, наверное. Но я сейчас говорю даже, скажем, опять именно о Вселенной. Ну, если мы посчитаем большую часть космической фантастики, именно об этом. Именно о безбрежности Вселенной, то, что это космическая опера. То, что происходит между звездами, между планетами, бесконечные многолетние перелеты. И в общем-то это очень увлекательная история. На этом миллионы читателей находят радость в этих романах. Что происходит с людьми, которые ощущают себя, наоборот, уязвимыми и ничтожными? Мне кажется, что такое... Чем отличать человек, которого захватывает мысль Вселенной, и человек, который ощущает этого ужас? Насколько я понял, разговаривая с этими людьми, здесь есть очень важная разница. Здесь есть, когда ты ощущаешь себя частью вот этого гигантского и бесконечного. То есть, да, эта Вселенная, она наполнена звёздами, планетами, бесконечным пространством, но при этом я часть этого. Я пусть маленькая пылинка, но я часть этого. Это моё место, это моя Вселенная, или это наша Вселенная. Мне гармонично в этом находиться. И что происходит с человеком, который боится, возникают панические мысли при этом? Это ощущение своей отдельности, своей оторванности. Вот он как раз пылинка, но пылинка сама по себе, не та пылинка, которая часть Вселенной. Тут приходят, кстати, параллели практически у всех авраамических религий. Есть такое слово «богобоязненность». То есть, правильный верующий должен бояться Бога. Но бояться не в том смысле, что он постоянно находится в паническом состоянии, что у меня настигнет неминуемая кара. Ты тоже часть некоего огромного замысла, к которому должен относиться с уважением. Ну, ибрис вот этот вот пресловутый, когда вот излишество, которого лучше опасаться. Вот с трепетом. Ощущение трепета, уважения, но при этом это не та конструкция системы, с которой хотелось бы исчезнуть. Это не та конструкция, которую ты ждёшь, чтобы неминуемо случиться что-то плохое. Мне кажется, что люди, верующие люди, которые ощущают себя некой частью великого какого-то божественного замысла, мы сейчас не будем дискутировать, правда это, неправда, но не только о вере, они себя чувствуют намного комфортнее. Где-то недавно я читал статью, в которой говорилось, что в концлагерях люди религиозные или люди, наделённые некой идеологической базой веры в какую-то политическую идею, им выживать было легче, чем людям этой веры лишённым. Потому что, опять же, они чувствовали себя некой частью какого-то гигантского замысла, какого-то гигантской безграничной надмирной конструкции. И, наверное, это давало им некие силы. Вот вопрос, почему люди, боящиеся Вселенной, её боятся? Почему не восторг, не восхищение, а именно страх, ужас, паника, ощущение ничтожества? То есть всё очень в негативных красках. Я сразу вспомнил шведский фильм «Форс-мажор» режиссёра Рубена Эстлунда, где как раз завязкой фильма был сход снежной лавины в горном отеле. И там недостойное, как бы, осуждаемое обществом поведение отца семейства, когда, увидев эту лавину, которая сходит с горы, он не в силах сдержать страх, бросает жену с ребёнком и бежит с этого места. Он не может справиться с этим паническим ужасом. И затем он переживает, что практически он совершил предательство. Хотя ничего страшного там не было. Эта лавина, ну, как бы, она была запланирована. Или, ну, во всяком случае, она не несла никакой опасности для жителей отеля, которые, выйдя на завтрак, на террасу, вдруг стали свидетелями этого действительно величественного, но пугающего зрелища. То есть мы видим, и мы понимаем, что мы не в силах ничего сделать, предотвратить. То есть это как будто бы что-то, какой-то механизм, запущенный какими-то высшими силами, который несётся, сметая всё на своём пути. Паника по определению – иррациональное сознание. И, наверное, люди, которые становятся участниками, помимо своей воли, когда они попадают в снежные лавины, в цунами, в землетрясения и тому подобные вещи, наверное, в какой-то момент ощущают свою хрупкость, свою уязвимость. И паника от того, насколько тонка нить, на которой подвешена твоя жизнь, и паника от того, что это стихия природы, мы не можем читать, но пока мы с ней не столкнёмся напрямую, мы не понимаем, насколько это мощно. Вызывает у людей ужас. И это логично. Но вот вопрос, почему кто-то ту самую Вселенную тоже воспринимает как некую гигантскую враждебную стихию, ту самую стихию, которая тебя уничтожит и не заметит. А может, даже ничего просто не заметит. Вот ты проживёшь незамеченным всё время. Это слово «незамеченность» мне кажется важным, потому что, когда я начинал разговаривать с людьми, вот с этим страхом перед Вселенной, с людьми, у которых было ощущение, что они являются ничтожной частицей, мы в уши, как вся в терапии, начинали приходить к тому, что ощущение себя незначительной частицей, ощущение себя ничтожным, ощущение себя, находясь в некой враждебной, холодной среде, как всегда нас-то почему-то приводило к семье. Это такая, наверное, особенность терапии. Люди часто говорят, зачем нам копаться в прошлом, зачем нам лезть в нашу семью, потому что мы туда не лезем. Нас по ходу терапии приводят воспоминания, чувства, мысли. Когда мы человека спрашиваем за какие-то свободные ассоциации, когда ты себя ощущал таким же ничтожным, беспомощным, напуганным. Эти ассоциации неизбежно приводили нас в человеческое детство, в человеческую жизнь, где изначально, сейчас перейдем к неким банальным вещам, к которым, к сожалению, приходим регулярно, человек в своей семье, ребенок с самого младенческого возраста, должен ощущать, каким бы он ни был маленьким, хрупким, уязвимым, он должен ощущать себя частью этой семьи, должен ощущать, что рядом есть некие огромные силы, что такое мама-папа, мужское начало, женское начало, источник любви и тому подобных вещей, которые даже очень маленькому и хрупкому тебе дают ощущение своей важности в этой системе. Это то самое ощущение, которое мы часто упоминали в передачах, у детей в определенном младенческом возрасте, по идее, возникает то, что это иллюзия всемогущества. То есть ребенок только заплачет, его берут на руки, его кормят, о нем заботятся, с ним играют и так далее, и так далее. Кое-то время, это еще не иллюзия всемогущества, как и на его любую, на его любое желание, любую потребность Вселенная откликается. Потому что его Вселенная это тот мир, в котором он живет, эта семья. В какое-то время, и это тоже неизбежная часть развития, ребенок понимает, что всемогущество было иллюзорным, что он закончился, что теперь тебе на все твои просьбы не откликаются моментально, что на твои просьбы могут ответить отказом, что ты понимаешь, что твои возможности влиять на происходящее несколько ограничены. Но, наверное, вот этот период иллюзии всемогущества это обязательная часть развития. Обязательная часть развития мы должны пройти, в какое-то время ощущать себя всемогущими. А потом где-то в нас это бессознательно, это ощущение остается, что мы помним, что мы для кого-то очень важны. Люди, с которыми я разговариваю об их страхе перед Вселенной, мы неизбежно приходили к тому, что у себя дома они довольно-таки долго и даже вырастая до достаточно уже зрелого возраста, так и не ощущали свои важности. Они так и не ощущали того, что они важны. Скажу так, они, наверное, знали теоретически, что они любили. Это не обязательно семьи, наполненные ненавистью, насилием, побоями и так далее. Это вот мы, наверное, опять же, из фантастических романов из своих представителей знаем, что есть некое космическое пространство, наполненное холодом. Вот это тот самый холод, который эти люди ощущали в собственной семье. Это тот самый холод, который люди ощущали на тех этапах взросления, которых тепло просто необходимо. И, наверное, человек, который вырос в пространстве холодном, можно сказать, о космическом, где как отдельные гигантские планеты его родители, для которых он тоже, в общем-то, даже не спутник, а может быть, даже та самая пылинка космическая. И, наверное, это сохраняется надолго. Но были ли эти люди единственным ребенком в семье или в многодетных семьях вот такое возможно или нет? Кто-то был единственным, а кто-то в многодетных семьях. В многодетной семье человек тоже почувствуется незначительным достаточно легко. Во-первых, если в семье отсутствует в принципе понятие любви и близости, то это в равной степени достается всем детям. Во-вторых, есть те ситуации, когда ребенку уже ребенку 3-4 года. Он во всех смыслах ребенок. Ему хочется играть, ему хочется на ручки, ему хочется занятий с ним, любви и так далее. И в семье вдруг появляется младший. И в этот момент, увы, в некоторых семьях у старшего ребенка детство заканчивается. Ему объясняют, что теперь ты старший брат или старшая сестра, что ты должен заботиться о братике или сестричке. Ты должен играть, ходить, гулять, ты должен... Некоторые даже приучают, ну, сейчас есть памперсы, раньше приучают стирать пеленки и тому подобные вещи. Ребенок хочет идти гулять, ему говорят, ты должен смотреть за братиком или сестричкой. И это ребенок уже вырос, и братик и сестричка уже тоже вполне себе способны ходить. Ему говорят, ты не можешь гулять без братика, ты должен брать его с собой, иначе как... Что ж ты за брат или что ж ты за сестра? В какой-то момент ребенок начинает ощущать свою незначительность, потому что из любимого ребенка, из ощущения превращается превращается в некий инструмент. Он превращается в инструмент, который должен служить, должен приносить пользу. А иногда просто так уж получается, что родительская любовь переключается на того самого младшего ребенка, и он же большой и старше. Не то, чтобы его... Если спросить родителей, они, конечно, искренне скажут, мы его любим. Но ребенок назначается взрослым, и в этот момент к нему относятся как к взрослому, то есть ты обойдешься. Обычно семьи, в общем-то, дисгармоничные, там большие проблемы и с любовью между взрослыми, и с любовью к взрослым детям. Эта любовь принимает тяжелые удушающие формы. И вот это чувство своей ненужности и незначительности потом с человеком остается на всю жизнь и принимает самые разные проявления. Человек, который никак не может выстроить отношения, потому что искренне убежден на каком-то базовом бессознательном уровне, что он незначительный, он в принципе ни для кого не может иметь значения. Из этого вытекают разные следствия. человек или даже не пытается для кого-то устраивать отношения, все это обречено, он искренне чувствует, что никому не может быть находятся самые разные объяснения. Или это человек, который осознавая свою, будучи уверенным в своей незначительности ни для кого и ничтожности, бесконечно пытается эту значительность завоевать, заслужить. Что для этого надо? Надо быть бесконечно хорошим, надо все время стараться, надо быть все время от крупных до мелких вещей приносить пользу, быть замеченным и так далее, и так далее. Беда в том, что это отношение к себе изначально иррационально и никакие усилия пользы не приносит. С одной стороны, ты стараешься и это бесконечное старание, оно хочет получить одобрение, оно хочет получить внимание, то есть, чтобы все наконец оценили и сказали, какой ты замечательный, какой ты чудесный, спасибо тебе за все, что ты делаешь, спасибо тебе за эту заботу, за внимание и так далее, и так далее. Но эта забота настолько чрезмерна с одной стороны, а с другой стороны, это забота, о которой в таких количественных масштабах никто не просил. И когда человек вдруг рано или постно это обида, я так стараюсь, а не получаю того, что хочу. И люди искренне удивляются, тебя же никто не просил, тебя никто не заставлял, ты сам или сама это делаешь, на что теперь обижаешься. Это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы, люди убеждённые в своей незначительности этот сценарий хотят, ну как хотят, они его бессознательно отыгрывают. То есть, если ты незначительен, то рядом с тобой должны быть люди, которые это чувство незначительности будут сохранять и поддерживать. Люди бессознательно выбирают себе партнёров, с которыми можно реконструировать, восстановить те отношения, которые были в твоём детстве, когда ты по-прежнему остаёшься незначительным, незамеченным, хоть ты тресни, хоть ты выполни всю работу на свете, но тебя всё равно не оценят. То есть, два возможных варианта, они могут сочетаться. Или ты выбираешь тех, кто не способен тебя оценить, или ты в силу того, что этой оценки не получал, продолжаешь ждать её в таких масштабах за свои беззаветные труды, которых никто тебе дать не способен. И то, и иное приводит к разочарованию, к ещё большему убеждению в своём ничтожестве. Как я ни стараюсь, это всё бессмысленно. Эти отношения с Вселенной ровно та же история. Если я среди людей, которым положено меня любить, чувствую себя ничтожным, то что же тогда я во Вселенной, которой вообще не положено меня замечать? вот именно мысль. Даже если мы с вами на секунду, на минуту попробуем себе представить, насколько нам это удастся, наше место во Вселенной, увидеть, не зная себя, с птичьего полёта над городом, над страной, над земным шаром, а потом выйти за пределы планеты, Солнечная система, а потом кому это дано, наверное, есть какие-то визуальные эффекты, которые нам позволяют увидеть звёздные бесконечности, наверное, даже нам станет возможность слегка не по себе. Ну, учитывая, что мы находимся с точки зрения астрономии не в самом популярном созвездии, не в самой крупной галактике, то есть, условно говоря, мы находимся на окраине города Улюпинска, но выражаясь так банальным языком, то есть, вот мы далеки от центра вселенной. На окраине города Улюпинска всё не так плохо. Можно принять решение собрать чемоданы и рвануться из провинции в столицу, завоёвывать все места под солнцем. Здесь как-то понятно, что ты можешь делать. Нам некуда рвануть. Нам некуда рвануть. Я думаю, что наши представления о Вселенной, они с одной стороны, если всё это сильно уменьшить наше представление о значимости для людей вообще, а с другой стороны, очень подмывает, опять же, о верующих людях, о отношении людей с идеей Бога. Кто-то из французских конциклопедистов сказал, что Бог создал человека по образу и подобию своему, человек отплатил ему тем же. То есть, для кого-то Бог будет любящим, прощающим, заботливым и так далее. Для кого-то Бог будет грозным, не пропускающим ни одного твоего прегрешения, и тебя обязательно будет ждать некая страшная кара. понятие кары для нас за последние десятилетия расширилось. Если раньше это было представление о неком адском пламени, котлах и вечных бесконечных мучениях, то, наверное, сейчас люди знакомы с самыми разными верованиями. Вот бесконечное количество перерождений, в которых мучаются и страдать. Сейчас только ленивы не пытаются объяснить свои проблемы в отношении этой жизни законом кармы, о котором где-то поверхностно услышал или не очень поверхностно. И наши отношения с идеей религии Бога тоже можно себя чувствовать чем-то ничтожным, чем-то не имеющим значения и только ждущим. Если на тебя упадет Божий взгляд, то он сцелен за что-то тебя наказать, не иначе. Или есть люди, которые в идее Бога черпают утешение и поддержку. Наверное, было бы слишком смело сказать, что это тоже люди, которые в детстве терпели небрежение к себе. Но опять мы помним, что в авраамических религиях Бог – это Бог-Отец. Это некий отцовский образ. И, конечно же, идея Бога с идеей Вселенной очень перекликается. Ну, потому что, если мы говорим, допустим, о языческих религиях, неважно, о древних греках или о древних скандинавах, боги наделены были всеми человеческими недостатками. Они тоже обитали где-то в пределах нашего мира. Они были ревнивы, похотливы, завистливы, злобны, добры и так далее, и так далее. Идея Бога, который над мирами, над Вселенными, идея для человечества сравнительно недавняя. И вот отношение с этой некой невероятной силой, которая, с одной стороны, вроде бы создала типа образу и подобие своему, а с другой стороны, явно ничем на тебя не похоже. Даже представить трудно, что это. Точно так же трудно представить размеры Вселенной. Со Вселенной у нас есть хотя бы съемки с телескопов, какие-то бесконечные звездные пространства. С Богом все сложнее, это ограничено только нашей верой и воображением. Можно ли сказать тогда, что эта проблема страха перед Вселенной больше касается людей атеистов, поскольку человек, верующий может договориться с Богом и попытаться каким-то образом найти в этом утешение? Человека верующего как ни крути, есть некая система, что нужно делать, чего не нужно делать. И если ты этой системы придерживаешься, то у тебя большие шансы искупить грехи, получить прощение и получить уже не знаю, кто во что верит. Это лучшие следующие жизни и в идеале прекращение этих перерождений и слияния с неким абсолютом. Или ты попадаешь в те самые райские кущи. Потому что интересно, что адские мучения люди себе вовсе представляют очень хорошо. Наверное, в каком веке человек жил в таком веке, так он себе представляет адские мучения. Котлы с кипящей смолой, серые казни, мучения, терзания и так далее. Это все можно было себе представить здесь на земле. То, что Данте описывает в божественной комедии, эти круги ада, кто и как и где мучается, тоже можно найти какой-то аналог на земле. Что такое райское наслаждение, что такое жизнь в тех условиях, которые по идее наполнены неким блаженством, люди себе представляют очень плохо. Вы всегда плохой, себе представлен лучше, чем хорошая, наверное, к сожалению. Вот. И как раз, как правило, ну, скажем, представление об этом в виде, не знаю, там, 70 гурий, которые обслуживают. 72, 72 даже, да. То есть, вот, какие-то такие достаточно примитивные, ну, вот, рассуждения о блаженстве, которое должно быть. Да, оно такое, уж, это везде очень плохо прописано. для кого-то, наверное, в религиях, которые подразумевают, что высшее благо, это просто перестать перерождаться и слиться с некой божественной идеей в одно целое, вот, для них, насколько я себе это представлю, это просто перестать мучиться в наших повседневных земных терзаниях, в заботах о хлебе насущном и прочих-прочих вещах. Что нам с этим страхом на себя? Вопрос в итоге с любой фобией, что нам с ней делать? Потому что какая бы фобия ни была, это страх выйти из дома, или это страх наоборот, заперта в четырех стенах, или еще множество фобий, люди могут зайти в интернет и списывать десятки названий самых разных фобий, от страха пауков, страха инфекции, еще множество, но даже есть страх перед клоунами, где-то мне попадалось название, я его не помню. Я тоже забыл. А вот страх забвения он не стрифмоется или не близок ли со страхом перед Вселенной? То есть то, что люди всеми силами пытаются оставить какую-то память о себе, не знаю, воздвигая ли пирамиды, или просто выцарапывая имя свое где-то на той же самой пирамиде в надежде, что... Возможно, имеет какое-то отношение. Ну да, воздвигав пирамиду, ты можешь остаться в памяти. Давайте будем откровенны. Никто из нас, если мы не создадим каких-то великих учений или произведений, все мы уже через... Вот я сейчас подумал, если это было бы еще лет 30-40 назад, мы останемся пожелтелыми фотографий в семейных альбомах, которые рано или поздно какие-нибудь поравники или пора кого-нибудь повыкидывают, потому что имени не нужны. А сейчас мы останемся где-нибудь в облаке. Тоже такое посмертное бытие. И кто-то еще будет помнить, что вот был там, этот дедушка или прадедушка такой, не помню уже как его звали, чем-то он там занимался. Поэтому я думаю забвение суждено подавляющему большинству из нас. Никуда этого не деться. Но более того, нас переживут наши аккаунты в Фейсбуке, в Инстаграме, у кого они есть и так далее. Тоже интересная форма сохранения в посмертии. Так вот, формы, поводы для фобии разные. Проявления одни и те же. Тревога, страх, панические атаки, если все это накапливается снова и снова, оно приводит к депрессии. Потому что если человек живет в частом или регулярно повторяющемся страхе, от которого он не находит спасения, он не может оставаться в хорошем настроении. Это будет ощущение воспоминания об этих паниках, это, как всегда, при фобиях страх, что эта ситуация возобновится, тебе опять станет плохо. В следующем, естественно, приходит некое избегание этой ситуации, как люди, которые, боятся выходить из дома без сопровождения. Избегание еще больше обедняет твою жизнь, и все становится еще хуже. Вот как избежать мыслей о бесконечестве вселенной и уничтоженстве, это совсем сложно. Потому что если агорафобия или ты хочешь куда-то исчезнуть из этого пространства, оказаться в защищенных четырех стенах, куда ты денешься из вселенной. Может, куда ты и денешься, но пока непонятно, куда и уж точно не при жизни. Вот. И вот, мне кажется, в итоге мы, что мы можем делать? Во-первых, мы можем работать с симптомами, с тревогой, с страхом, паникой, депрессией и так далее. С этими симптомами мы можем работать, как обычно, медикаментозно, когда это заходит уже за ту грань, которая мешает тебе жить, за ту грань, которая тебя делает фактически инвалидом. И тогда есть определенный набор медикаментов, которые помогают справиться с этими неприятными симптомами и синдромами. Но, как я сегодня уже упомянул, наверное, мы начинаем все задумываться, откуда эти страхи к нам пришли, что они значат. У любой фобической идеи, любой паники, как ни странно, есть то, что мы в одной нашей передаче называли вторичная выгода. То есть что-то это нам дает, что-то нам дает возможность, любое ограничение нам дает некую выгоду, некое облегчение, некое опять избегание чего-то в нем есть, что-то успокаивающее, избегаешь какой-то страшной для тебя ситуации, это как-то успокаивает. Вот, поэтому все мы в итоге боимся мы с пауков или боимся мы вселенной, все приходим к тому, что нужно работать с собой, со своими воспоминаниями, своими эмоциями, своими мыслями, и люди начинают очевидно искать помощи у профессионалов, параллельно размышляя о себе самих, потому что терапия это не то, что думаешь о том, когда ты просидел свое время у терапевта, поговорил с ним, ушел и занимался повседневными делами. В общем, психотерапия запускает некий процесс слушания себя, анализа себя, понимания себя, чем ты и занимаешься во время вне общения со своим терапевтом. Ну что же, Ариэль Резник-Мартов, психиатр-психотерапевт, сегодня был в нашей студии, программа «Диагноз недели», до встречи в следующий понедельник. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин